Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в послании римлянам апостол Павел пишет в 14 главе, в 23 стихе, такую фразу «Все, что не повери, грех». Что это значит? И можно ли как-то использовать этот текст неправильно, манипулируя им? К сожалению, очень часто люди используют разные места Писания, вырывая из контекста, вкладывая туда свой смысл, и иногда манипулируя ими, пытаясь достичь своей собственной цели. Это очень важное место. Дело в том, что подавляющее большинство всего того, что мы делаем в жизни, не прописано в Писании ясно. В Библии книга достаточно небольшая, сравнительно небольшая, по своему объему, и поэтому там не поместишь описание каждой ситуации жизни. И поэтому в большинстве ситуаций люди принимают решения, исходя из косвенных выводов, которые они должны делать из того, что ясно представлено. И вот здесь много места для разных манипуляций, для разного рода лукавства. Смысл этого текста в следующем. Посмотри. Когда человек возвращается к Богу через Иисуса Христа, одной из самых главных целей и задач нового христианина, или христианина вообще, заключается в том, чтобы привести свою жизнь в гармонию с Богом через Иисуса Христа, посредством Иисуса Христа. То есть Иисус Христос дает возможность гармонизироваться с Богом. Во 2 Коринфянам, в 5 главе написано очень ясно, что Христос примирил нас с Богом. Он говорит, у нас есть слово «примирение», «примиритесь с Богом». Вот это примирение – это не просто прекращение вражды, примирение – это гармония. Это когда человек, который жил раньше по своей собственной программе, независимо от Бога, он теперь приходит, и он живет с Богом гармонично. И это возможно через Иисуса Христа. То есть вот это главный такой фактор. Теперь смотри, когда мы примирились с Богом, когда мы гармонируемся с Богом, нашей целью должно быть то, о чем апостол Павел говорит в послании к Римлянам в 12 главе. Если ты помнишь, первые 11 глав послания к Римлянам показывают Евангелие очень глубоко, детально, подробно, отвечая на все возможные вопросы, которые связаны с Евангелием. И после всего этого апостол говорит в 1 стихе 12 главы «Итак». Вот вывод из Евангелия. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Для чего нам познавать, что есть воля Божия? Для того, чтобы доверять Ей». То есть наша цель всегда заключается в том, чтобы в каждом деле, большом или малом, мы могли задать вопрос «А Господь этого хочет?» И когда ты приходишь к убеждению, что хочет, то тогда ты доверяешь Ему или, доверяя Ему, делаешь то, что Он хочет. И вот в этом смысле сказано «все, что не поверь, грех». Конкретно этот текст находится в том разделе, где апостол Павел говорит о вещах, так скажем, из так называемых серых зон. То есть праздники праздновать или не праздновать, диету иудейскую соблюдать или не соблюдать. И дальше Он говорит именно в этом контексте «все, что не поверь, грех». То есть вот что, еврей стал христианином, и он, стремясь угождать Богу, не может не соблюдать субботу. То есть он в его системе координат суббота очень тесно связана с угождением Богу. И поэтому, если он не будет соблюдать субботу, это будет грех. Потому что она связана в его понимании с угождением Богу. Его вера выражается в том, что он должен это делать. или же в «есть или не есть то, что идоложертвенное». Точно так же. То есть если человек внутри убежден, что идоложертвенное – это не чисто и греховно, по своему развитию, и он это делает, он грешит, потому что он не по вере поступает. Вот теперь давай посмотрим в нашу жизнь. В нашей жизни есть много разных ситуаций. Ну, например, купить эту машину или не купить? Переехать жить куда-то или не переехать? Пойти на такую работу или не пойти? Вот с одной стороны, можно посмотреть и сказать, что человек… В Библии не написано «не покупайте такую-то марку машины» или «не покупайте машину за такую-то цену». В Библии не написано «нельзя переезжать из-за хорошей погоды». Нигде не написано. Но в Библии ясно говорится, что если ты будешь делать что-то, не задавая себе вопрос, а этим я Богу буду больше служить или меньше, а это приблизит меня к Богу или отдалит? И вот если человек покупает машину, которая его отдалит от Бога, то вот о таких людях Бог говорит, лучше тебе без машины войти в Царство Небесное. Но он не говорит «без машины», он говорит «без руки». Чем с машиной в гиену огня. То есть вот это очень важный элемент, когда человек задает себе вопрос. И вот здесь очень важно – все, что не поверь и грех. То есть если человек принимает какое-то решение, и он в этом решении не ищет Божьего, а ищет своего, в данном случае он устанавливает свое независимое право от Бога определять свою собственную жизнь. Здесь еще и совесть участвует в этом, против совести. То есть если совесть меня не осуждает в том, что я делаю, значит, я нормально себя… Ну, совесть играет здесь колоссальную роль. Единственный только вопрос здесь вот в чем, что когда мы говорим о совести, совесть – это инструмент настраиваемый. То есть если совесть моя, ты настройки загрубил, и ты просто… Тебя совесть не судит, когда ты не ищешь Божьего вообще. Есть много людей, которых совесть не судит. Они просто не ищут Божьего. Они просто живут для себя, периодически посещая собрания. И они имеют право, и мы не в том положении, чтобы судить кого-то, кто больше для Господа живет, а кто меньше. Но только Писание очень ясно говорит, что если человек не ищет Божьего, он будет терять жизнь. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Слава Богу.